всем привет друзья мои вы опять на моем канале канал мы называется елена ермакова сегодня была плохая связь поэтому я сейчас решила еще раз пока пока есть возможность с вами поговорить прежде то что я узнала конечно об этой нехорошей инфекции которая ходит или же вирус или же его еще называют коронавирус вот должен очень много хочу сказать ходит разных фейков очень много сколько людей говорят столько и мнений но то что он существует понятно что его нашли в какой-то лаборатории по всей видимости я думаю те которые начали распространять информацию о нем когда мы его даже не знали и мы все думали что это политический какой-то вопрос какие-то политические игры понятное дело что не бывает все просто так если зачем-то дает гроб деньги ну кто бы платил деньги просто так вот если если сказать еще вот таким образом да подумать почему-то мне хочется заплатить вам деньги значит я что-то от вас хочу если всемирная организация здоровья платит деньги не за просто так зачем посадить экономику понятно да то что этот вирус существует уже узнала потому что многие из моих знакомых болеют молодежь переносит это намного легче сейчас пошел пошла смена этих климатических условий когда лето переходит в осень осень переходит зиму период как раз гриппа и потом следующий период будет так как нами врачи рассказывает следующий период это когда уже зима перейдет весну и пойдет далее на потепление вот эти два периода гриппозные раньше мы болели урвы и сейчас мы болеем гриппом или же его назвали коронавирус этот коронавирус он мутировался мутировался возможно из-за того что работали с ним лаборатории его вывели он намного больше чем обыкновенный вирус гриппа и у кого сильный иммунитет это молодежь те кому до 40 лет теперь не носят его легче некоторые у кого иммунитет сильный и они моментально же они его даже не не чувствуют но какое-то там недомогание немножко и таким образом тоже переносят вот люди которые уже постарше это те кому около 60 старше и возможно может быть и после 50 потому что еще со своих сверстников я не слышала такого не знаю еще не столкнулись мы поэтому знаю тех кому за 60 вот знакомая меня есть главный инженер он переболел в рит сразу же двухстороннее воспаление легких вот но вернемся назад был момент феврале месяца когда у меня еще была племянница мы водили ее в седьмой класс он и феврале месяца школах объявили карантин наших школах я тогда возмущалась потому что после того карантина объявили следующий вот этот коронавирусный уже карантин так вот вернемся назад февраль месяц объявили карантин потому что пошел вирус урвы и и тогда множество деток из нашего седьмого класса мамы рассказывали что они дети их оказывались в больнице с воспалением легких но скажите что это возможно мы не знали может быть вот этот который так красиво назвали коронавирус может быть это он тогда еще к нами пришел ну вот такая вот пошла по 6 гриппа который назвали коронавирус и довольно такой серьезный ну грипп всегда был довольно серьезный и опасный я гриппом переболела только один раз это было в детстве я прекрасно помню как после гриппа потом у меня грипп был очень тяжелый с какими-то осложнениями я прекрасно помню как это было плохо когда ты не можешь стать с кровати с кровати встал голова кружится и падаешь вот возможно это тоже самое вот сейчас но так как говорят вирусологи что сама вот это вот молекула гриппа или назовем ну пусть это будет назовем ее бациллой да вот это сама инфекция она намного больше сама молекула она сам этот вирус он намного больше чем вот те все которые были раньше вирусы гриппа конечно берется надо но надо укреплять свой иммунитет так и мы с вами разговаривали я вам тогда говорила имбирно-лимонный чай прекрасное средство малинные чаи ну как нам врачи и советуют надо пить побольше пить когда ты пьешь вот это все что внутри не нужно но все быстрее выводится организм лучше работает наш организм на 80 процентов состоит из воды поэтому все процессы в организме лучше работают когда мы пьем воду минимум полторы литра в день надо выпивать пришла весна осень имбирно-лимонный чай лимонные водички прекрасные иммунные средства но как мы знаем иммунитет у молодых более сильный вот у нас и туда постарше людей мы к сожалению жизнь такова мы наши иммунитет уменьшается послабляется поэтому приходится его укреплять всякими витаминками витаминами и и всем остальным лук чеснок имбирь лимон вот это то что необходимо мед мед это незаменимое средство мед прекрасные маски с меда прекрасные антицеллюлитные маски прекрасные массажи медом когда проводим то же самое мед имеет очень много витаминов микроэлементов поэтому незаменимое средство не зря наши бабушки дедушки в детстве еще я помню как нас лечили теплым молоком с медом и с маслом туда немножко масло меда и вот вот таким образом берегите себя друзья берегите пришла осень поэтому никаких депрессий никаких болячек не должно быть только все на оптимизме и только все с позитивом или тогда и болезни лучше лучше уходят от нас до быстрее скажем быстрее уходят от нас и болезни тогда берегите себя друзья будем здоровы будем оптимистично настроены всего вам наилучшего кто забыл подписаться на мой канал подписывайтесь друзья будем дружить до новых встреч в эфире